Эту двухэтажку на улице Южный Проезд построили в конце 50-х годов прошлого века. Сейчас состояние дома оставляет желать лучшего. В некоторых квартирах обвалились потолки, протекают трубы. Зимой приходится включать электрообогреватели. Но на покупку нового жилья, рассказывает многодетная мать Анастасия Зотова, денег нет. Некуда деваться, все здесь живут. Хипотеку брать мы не потянем. У меня вот четверть детей, муж работает. Сейчас с коронавирусом детские сады не работают. Очень трудно устроиться даже мне вот сейчас на работу. Люди живут в коммунальных квартирах без удобств. Но за коммуналку все равно приходится платить. Ну квитанция вот у меня за отопление. За 32 метра, за две комнаты. У меня идет платеж 1799 рублей 78 копеек. Отопление, которого здесь век никогда не было. Пять лет назад взяли нам и отключили полностью газ. Он газифицированный был дом-то. Дом 114-Б по южному проезду признали аварийным в 2014 году. Его включили в госпрограмму переселения из Ветхого и аварийного жилья Самарской области, которое действует в регионе до 2025 года. Благодаря этой программе всех жильцов обеспечат новым жильем. Одна семья уже получила жилплощадь. Еще 14 семей выберут квартиры в конце лета. В начале следующего года аварийный дом уже должен быть расселен. Мы очень надеемся и мы все силы, всю нашу энергию потратим на это, чтобы так и произошло. После того, как последние жители будут расселены, будут отключены все коммуникации, будет заказан проект под снос и осуществлен снос. За пять лет по программе переселения в Самаре отправят под снос 175 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья. Это 4461 дом. Городские власти предлагают жильцам несколько вариантов переезда. Либо новые квартиры, либо компенсацию затрат на уже купленную жилплощадь. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.